Что важнее для Заремы Тен – работа или семья? Мама троих детей с уверенностью отвечает – конечно же семья. Тем не менее, всегда работала до последнего и в отпуске по уходу за ребенком не задерживалась. Зарема – врач-терапевт. Кабинет отоларинголога Рауля Тен находится на том же этаже, но видятся на работе супруги нечасто, разве что заходят друг к другу посоветоваться, как коллеги, или в конце дня, чтобы вместе отправиться в детский сад за малышами. Если считать, что вместе мы с института, то получается с 2005 года уже 17 лет. Мы начали общаться в институте, потом нас судьба развела по разным городам, мы делали карьеру врачей, так сказать, обучались, но потом муж не отступил от своей цели и все-таки приехал к моим родителям в Москву и попросил моей руки и сердца. И случилось это в момент, когда Зарема переживала личную трагедию и сама ради будущего любимого человека отказалась от продолжения отношений. Слава Богу, все закончилось благополучно. Два любящих сердца соединились, и вот уже 7 лет бьются вместе. Меня всегда в жизни интересовала какая-то, наверное, азиатская наклонность семьи. И так получилось, что вот мой нынешний супруг, он родом из Кореи. Сама Зарема Кумычка – представительница одного из древнейших и третьего по численности народа Дагестана. Но различия культур не мешают супружеству, а напротив, их дети впитывают традиции обоих народов. Так на днях младшей дочери Мири исполнился годик. В день рождения провели корейский ритуал о сянде. Считается, что в жизни человека это самый важный эпизод. На стол выкладываются различные предметы, символизирующие жизненные пути ребенка. Малышу предлагается выбрать любой. Мире понравились сразу три предмета – связанные свитки, художественная кисть и молоточек судьи. Родители теперь гадают, что бы это значило. Надо знать своих предков, надо чтить их. Культура – это неотъемлемая часть нашей жизни. И поэтому приоритет, конечно, за этим. К слову, старшая Ева, которой скоро исполнится 6, в свое время из всех предметов выбрала скальпель. В семье никто не удивился. Ты-то кем станешь когда-нибудь? Доктором тоже. Моя любимая профессия. Я буду лечить все. Всех будешь лечить? Да. Так. И детей взрослых. Вот ребенок не захочет лечиться. Как ты его уговоришь? У меня будут конфетки. В тарелочке? В тарелочке будут конфетки. Как у мамы. Да, как у мамы. В семье Тен подрастает еще и сынок Давид, мальчишка с характером. Кем вырастет он, для меня осталось загадкой. Но секреты самих Рауля и Заремы я узнала. Уверена, эти простые признания будет приятно слышать обоим. Она моя опора. Без нее всегда сложно в жизни. Поэтому мы всегда стараемся держаться вместе. Люблю ее. Если посмотреть, в молодости, в институте, в более зрелой жизни, в самые сложные моменты, в самые счастливые моменты, радостные. Он был рядом. Поэтому, да, это самый важный человек в моей жизни. Он подарил мне троих прекрасных детей. Он создал со мной замечательную семью. Я надеюсь, что мы проживем, как в сказке, долгую, счастливую жизнь. Я очень сильно его люблю и рада, что он со мной. По-моему, добавить больше и нечего. Татьяна Брылова, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ.